Продолжение следует... Это марафон «Гандвик». Прошел он в Архангельске уже 31 раз. А какими в этом году были соревнования? Я хочу сказать, что в этом году у нас марафон «Гандвик» прошел традиционно на той набережной Северной Двины. Но у нас в этом году старт и само торжественное открытие мероприятия было перенесено со стадиона «Труд» на площадь мира. То есть это то новшество, на которое мы пошли по согласованию с Федерацией легкой атлетики. Решили это попробовать, как это получится, чтобы стать ближе к зрителям. И возможно, мы сейчас будем получать отклики и будет свой положительный эффект, чтобы его закрепить в следующем году. А много участников было в забеге? Я хочу сказать, что у нас мероприятие довольно-таки доступно для участников, потому что разделено по своей сложности. То есть непосредственно сам марафон, где приняло участие до 50 человек, 10-километровая дистанция, где у нас более 100 участников. Также у нас был проведен 4-километровый мини-марафон для детей. И у нас была скандинавская ходьба. И приняло участие более 150 человек. То есть у нас получается в этом мероприятии прошел на достаточно высоком уровне. У нас не было никаких обращений по медицинским показателям. Победитель, мы знаем, это Архангел-Огородец. Поэтому, кстати, за продолжительное время Архангел-Огородец, до этого у нас все время приезжие победители были. Поэтому я хочу сказать, что это и подарок к юбилею города, ну и задел на будущее. К юбилейным торжествам были приурочены еще 14 мероприятий. А какие, на ваш взгляд, были самые яркие? Может быть, какие-то новые спортивные мероприятия появились? Ну, я хочу сказать, что мероприятий много, совершенно разного уровня. Это сюда входит мероприятие, грандиозное мероприятие международного уровня. Это битва чемпионов, которое прошло за неделю до официального празднования Дня города. Но тоже было посвящено нашему городу и его юбилею. Это приняли участие звезды мирового пауэрлифтинга. И все, кто присутствовал на этом мероприятии, или кто его смог посмотреть в интернете, по телевизору, могли понять всю грандиозность этого действа. Ну и в течение всего двух дней, которые праздывали 27-29 часа, на набережной, на спортивных объектах города Архангельска проходили те или иные мероприятия. Это и первенство города по рыболовному спорту, это парусная регата, это гребли на байдар-каной, это настольный теннис, это большой теннис, это единоборство кикбоксинг, пляжный футбол, волейбол, шахматы, настольный хоккей. Я хочу сказать, что такой спектр спортивных мероприятий позволял любому, при любом уровне спортивной подготовленности, участвовать и выбрать для себя то или иное мероприятие. И я думаю, что спортсмены отдали свою дань от уважения к юбилею города. Ну а теперь поговорим о таких видах спорта с приставкой пляжный, это футбол, волейбол. Погода, к сожалению, в эти дни не очень благоволила, а результаты порадовали участников? Ну я хочу сказать, что да, мы тут всегда смотрим, все-таки у нас это любительский пляжный футбол, волейбол, мы всегда смотрим на количество заявившихся. И мы понимаем, если в субботу у нас было довольно-таки прохладно и было какое-то опасение, то с утра, придя на набережную, я просто увидел, что большое количество людей пришли играть. То есть команды заявились, в обоих видах заявилось до 20 команд, приняли участие и не было никакого срыва. Мероприятие прошло, получили удовольствие. Я хочу сказать, что как ответ на проведение таких мероприятий, например, та же Федерация футбола выходит с инициативой открытия еще одной площадки для пляжного футбола. Тоже мы это будем делать чуть-чуть подальше, чтобы их немножко развести в районе улицы Карла Маркса и дальше. Это говорит о том, что популярность развивается, растет. Мы хотя и живем на севере, и возможно, что пляжный футбол особо не ассоциируется с Белым морем или с Заполярьем, но мы хотим играть, с удовольствием играем. И поэтому мы готовы предоставлять эти площадки, чтобы всякий, заинтересовавшийся этим видом спорта, мог принять участие в соревнованиях. Вот и говоря о футболе, не могу не спросить про стадион детской и нынешней спортивной школы номер 6. Я хочу сказать, что да, на самом деле, в настоящее время с нашей стороны была отправлена заявка для включения нас в список тренировочных площадок городов, которых проводят. У нас в настоящее время предварительные условия, которые есть в городе Архангельске, комиссии, которые ездили по предложениям, приняты, то есть наши условия. Мы подписали соглашение с комитетом, который действует от лица Российской Федерации, и в настоящее время это соглашение ушло на подпись FIFA. После того, как это будет все подписано, нас включат в каталог, и начнется уже самое трудное, это создание тех условий, тех требований на этом стадионе, которые у FIFA к тренировочным площадкам, где будут подвести свою подготовку команды, которые приедут на чемпионат мира. То есть они к нам приедут в Архангельск, будут готовиться к участию. И тут не надо иронизировать, есть определенные условия, мы их выполним согласно этого соглашения, а выберут ли наш стадион команды участники, у них будет право выбора. То есть на 32 команды участников будет 64 тренировочные площадки. Это уже покажет время. А на какой стадии сейчас реконструкция стадиона? Я хочу сказать, что да, вне зависимости, станем ли мы тренировочной площадкой чемпионата мира, в настоящее время заканчивается реконструкция данного стадиона. Практически новое строительство. И уже выполнены основные работы. Сейчас ведется подготовка и укладка спортивных покрытий. Ну и думаю, что к ноябрю месяцу мы должны с вами получить стадион и, я думаю, что следующего сезона спортивного летнего легкоатлеты, футболисты смогут полноценно проводить тренировки и соревнования на самом современнейшем покрытии спортивном в тех условиях, которые еще никогда не были на территории Архангельской области. Будем думать, что они добьются новых высот. Я просто уверен в этом. Да. Впереди еще два летних месяца. Скажите, что можно ожидать горожанам от каких-то спортивных мероприятий? Я хочу сказать, что традиционно у нас в летнее время будут работать площадки для пляжного футбола, пляжного волейбола. У нас будут в это время проходить соревнования по конному спорту, яхтенному спорту, по гребле на байдар к каное. Ну и не будем забывать, что у нас август, это у нас довольно-таки спортивный месяц. Это день физкультурника, 9 августа. В этот же день проходят всероссийские соревнования по уличному баскетболу. И одновременно город Архангельск произведет старт по всероссийскому сейчас мероприятию. Это сдача норм ГТО. Я думаю, что всякий желающий получить в будущем заветный бронзовый, серебряный или золотой даже значок норм ГТО, он сможет прийти на стадион Труд 9 августа, где будут созданы условия для того, чтобы сдать эти нормативы, подтвердить свое великолепное не только физическое, но и спортивное здоровье. Ну что, пожелаем нашим жителям вести здоровый образ жизни и, конечно, хорошо отдохнуть этим летом. Андрей Рафаилович, спасибо вам за беседу. Это была программа в Центре внимания. Об итогах спортивных мероприятий, которые прошли в минувшие выходные, мы беседовали с начальником управления по физической культуре и спорту Андреем Гебадулиным. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин